Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается вздрагивания и беспричины и тошноты, также беспричины. Собственно, раньше было это по словам автора, когда она была напугана или взволнована, но сейчас подобное происходит минимум раз в 15 минут. И, соответственно, в жизни пишет она ничего необычного или чего-то, что могло на меня сильно повлиять, уже давно не происходило. Ну, вот ключевой момент в том, что давно не происходило. Да, но раньше как раз происходило. И совершенно очевидно, что какие-то вещи, да, совершенно очевидно, что какие-то вещи, по-видимому, бесследно не проходят. Но тут есть свои моменты, конечно же. И нужно достаточно подробно это ищите. Но я могу сказать, ну, уже вот сейчас, да, я могу сказать, что вздрагивание – это, как мне видится, некое такое отреагирование телесное, ну, физическое, да. Отреагирование чего? Напряжение. То есть, вот какое-то напряжение. Отреагирование. Вот. Значит, что это за напряжение, да? Что оно представляет из себя, нужно смотреть, посмотреть. Вот. Ну, лично я думаю, что какие-то вещи сейчас в вашей жизни. Несмотря на то, что актуального ничего не происходит, да, но вот, несмотря на то, что не происходит вроде бы ничего, да, но вот, какие-то оставочные явления остались, да, первое. И второй момент – это то, что хотелось бы выразить тогда, да, то есть хотелось бы выразить тогда, а вот сейчас, не, у вас не выражается, вот. А оно, по-прежнему, оно живёт как-то вот внутри, внутри вас. Вот, и, соответственно, тут вот нужно посмотреть этот момент, да, исследовать его. Ну, что касается пошмоты, да, то это довольно интересный аспект, потому что это опрощение, если вам что-то не нравится. вот, что-то вызывает у вас непринятие, неприязнь, вот. А, значит, ну вот, нужно смотреть, что именно вызывает неприязнь, да, вот. Что именно вам не нравится, ну вот, если это заметить, вот, если это опускать в себе, выразить, вот, то будет вам несколько легче, на мой взгляд, скромный, конечно же. Вот, вот как-то так я бы, ну вот, ответил вам сейчас, по крайней мере. Вот, на этом пока всё, я думаю, что действительно лучше, ну, можно обратиться к... А, значит, врачу сначала нужно обратиться, а потом, потом, если всё в порядке, то вот, эм... улучшить психологу. Поэтому, как-то так. И переживать те травмы, которые были у вас в детстве, очевидно, их хватало. Всего самого доброго! А, удачи!